Смотрите, что происходит, если нанести несколько капель пищевого красителя на стекло. Некоторые из них притягиваются и сливаются. Другие начинают бегать друг за другом. Похоже на поведение микроорганизмов. Правда? Можете и попробовать сами. Возьмите пищевой краситель и, используя пипетку, аккуратно смешайте с дистиллированной водой. Подержите предметное стекло над огнем секунд 30, дайте ему остыть, после чего нанесите несколько капель получившегося раствора. Капли с одинаковой концентрацией красителя начнут сливаться друг с другом, а с разной играть в догонялки. Можно нарисовать две линии несмываемым гидрофобным маркером и устроить гонку преследования. Кстати, капли с одинаковой концентрацией тянутся друг к другу даже через гидрофобную преграду. Мы использовали простую воду и краситель. Откуда такие чудеса? Все дело в испарении. Капли постоянно испаряются, и вокруг них возникает облако пара. Скорость испарения зависит от влажности возле конкретной капли, и чем более сухой воздух, тем быстрее процесс. Когда две капли сближаются, воздух вокруг них оказывается суше, чем между ними. Скорость испарения наружу получается выше, и их толкает навстречу друг другу. Так что капли притягиваются из-за разницы в испарении. С этим разобрались. Пищевой краситель состоит в основном из двух молекул воды и пропиленгликоля. Они хорошо смешиваются, то есть являются смесимыми, но различаются по свойствам. Вода, например, быстрее испаряется, так как она легче, и благодаря водородным связям у нее выше поверхностное натяжение. Это важно, ведь из-за разницы в поверхностном натяжении возникают интересные эффекты. Вот, например, я насыплю перца в миску с водой, чтобы лучше было видно. Итак, добавим чуточку мыла в самый центр. Вот сюда. Видите? Вода разбегается в стороны. Все потому, что поверхностное натяжение у мыла меньше, чем у воды. Представьте перетягивание каната. Молекулы воды тянут друг друга с одинаковой силой во все стороны. Но как только мы добавляем мыло, баланс нарушается, ведь его поверхностное натяжение ниже. Молекулы воды тянут друг друга сильнее, чем молекулы мыла, и из-за этого стремительно разбегаются в сторону от места, куда я копнул. Это эффект марагонии. Нечто похожее происходит и с раствором пищевого красителя. Капли с примерно равной концентрацией притягиваются из-за более высокой влажности между ними и сливаются. Капли с разной концентрацией, хоть и притягиваются, не сливаются. Вода в менее концентрированной тянет свою половину каната сильнее, прочь от большей концентрации пропиленгликоли. Так же, как и в случае с мылом. А разница в скорости испарения толкает их вперед. Возникает очень увлекательная картина, сильно напоминающая что-то живое. Двигательная реакция микроорганизмов на химические раздражители называется хемотаксис. Поведение этих капель не так уж сильно от него отличается. Его даже называют искусственным хемотаксисом. Хотя сходство с живыми организмами и правда удивительное, мне кажется, удивляться тут особо нечему. Ведь именно с движения молекул началась эволюция. Они соединялись и распадались, притягивались и отталкивались. Спустя миллиарды лет сурового естественного отбора появились мы. Существа, для которых вполне естественное поведение молекул кажется каким-то чудом. Что ж, такова жизнь.